Приветствую вас. Смотрите, вы говорите, что готовы работать над собой, что хотите работать над собой, но не очень понятно, как вы собираетесь работать над собой. Как вы работаете над собой, и почему сейчас, будучи на психологическом ресурсе, вы не выбираете себе психолога для работы над собой. Вот над, как вы говорите, загонами вашими. А вы бы просто вот, ну, просто спрашиваете, как спасти отношения. Вот. То есть это, на мой взгляд, ну, несколько двояка позиция, потому что отношения ваши, условно говоря, спасать не надо. Вот. Потому что это своего рода такой вот треугольник Карпмана будет получаться. Ну, 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 в случае, в случае, в случае, если вы будете пытаться спасать от отношений. И, на мой взгляд, ну, ничего хорошего для вас из этого не получится, на мой взгляд. Вот. Поэтому, тут у вас, на мой взгляд, есть противоречия определенные. Вот. И это противоречие, оно достаточно, ну, достаточно серьезно, да, достаточно важно. Это противоречие. Вот. Потому что вы, как бы, разрываетесь между одним и вторым. Вот. Соответственно, это мешает вам иметь какую-то четкую позицию по вопросу. Ну, вот, по-своему вопросу. Итак. Я участвовал себя в отношениях манипулировал и стерилом. В то время начиналась ссора. Смотрите. Очень похоже на то, что это такая вот тревожность, можно так сказать. Очень похоже на то, что вы тревожитесь. Вот. Очень похоже на то, что вы тревожитесь. По поводу чего-то. Возможно, вы переоцениваете отношения, Возможно, вы переоцениваете значимость отношений своих. Возможно, вы переоцениваете отношения. Возможно, вы чересчур сильно к ним стремитесь. Ну, хотите быть в них, вот, в отношениях, как раз таки. Но есть какие-то причины, по которым вы вот так вот себя ведете, да? Есть причины, по которым вы истерили, устраивали ссоры и так далее. Зачастую это проблематика страха перед близостью, вот. Зачастую это проблематика страха определенных переживаний, вот. То есть зачастую вот это, такого рода, ну, проблемы. Проблема такого рода и вот в таком ключе, собственно говоря. Ну, здесь нужно исследовать, исследовать, потому что так вот на вскрытку этого сказать, наверное, нельзя. Вот. Дальше. Идем. Мой парень пытался идти на гоменомизм, но я не замечал, как все это влияет на него. Осознала я все в полной мере только сейчас. А, ну, смотрите. Опять же, здесь есть момент. Какой момент? Момент в том, что вы осознали, потому что понимаете, что можете это потерять. То есть, вы сейчас понимаете, что можете потерять, например, человека, да, и, возможно, поэтому вы все осознали. Но есть определенные причины, по которым вы вели себя так, как вели. Есть определенные причины. Понимаете? И, на мой взгляд, эти причины нужно выяснить, на мой взгляд, эти причины нужно вы... ну, нужно выразить, я бы даже так сказал. То есть, чтобы вы, вот, как-то для себя, может быть, лучше, лучше этот момент понимали, чтобы вы для себя, эм... как-то, как-то лучше в этом отдавали отсчет, потому что, э... сейчас вы себя, по факту, просто, обвиняете, и все, да. То есть, вы, как бы, ну, ничего больше, ничего больше не делаете, вы себя только вините. Этим вы ничего не добьетесь. Эм... к сожалению. Дальше. Плюс ко всему, я вышла с работы, и все финансовые образцы легли на него. Хоть нагладил на спеши, еще работал, но он, видимо, морально не вытягивал всего. А, ну, тут, опять же, как-то, вот, не совсем понятно осознанность ваших молодого человека, если он говорит, допустим, что он, ну... Батяна-то, если он говорит, говорит, что... ну, много лет не спеши, то он, ну, как-бы, ему нужно отвечать, отвечать на него, мне кажется, за... свои слова. Вот. А, так, получается, он свои слова не отвечает, и это... в какой-то мире... в какой-то мире... странно, что ли, в какой-то мире... некорректно. как мне кажется, по крайней мере. По крайней мере. Дальше. Плюс ко всему, мы жили с его родственниками, и хоть отношение у нас очень хорошее, все равно чувствовал давление, что мы не можем расслабиться, и что мы... так, ну, опять же, это, скорее, ваше восприятие ситуации, да? Это, скорее, ваше восприятие этой истории с родственниками, потому что... вы не могли бы расслабиться, да? Вы это ощущаете, да? Вот. Действительно, смотреть на то, как именно вами ощущалось вот это вот давление, о котором вы говорите. Ох, вот. Потому что... не могли бы расслабиться, да? Ну, это может быть по разным причинам. По разным причинам мне нужно расслабиться. И вот, как бы, ну, не смотреть, что это за причина. Так, а дальше. Неделю назад были ожиренные ссоры. Процессу не взяли паза, чтобы он перезарядился. Так, ну, из-за чего ссора? Лазни-класс. Лазни-класс. Вот, ну, конкретно. Из-за чего? Лазни-класс. Какое значение вы... А... В... 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 Придает ссора. В ссора. Какой вклад вы... В... Вносите в ссору? Или вносите, или вносите, или вносите, или... В... В какой вклад. Вот. Это очень важно. Потому что ответ выдавится, ну... По факту... А... То, как будут развивать ваши дальнейшие отношения. Не важно с кем. Причем. Да? С этим мужчиной, или... ...в любым другим. Эм... Свою ответственность... Свою ответственность... В... Вау... Эм... Ссору... ...вам ее нести. в любом случае. Но сейчас, на мой взгляд, вы этого не делаете. Сейчас вы ответственность не несете за ссору. А сами ссоры вы просто воспринимаете как, ну, как может быть, что-то такое вот само собой разумеется, да? Кроме того, вы говорите, что ссора была очередной. Значит, это была уже не первая ссора. Вот. И, соответственно, тут вот тоже нужно поисследовать. Вот. Ну, я бы вам порекомендовал бы изучить психологическую игру скандалом. Так. Ещё до отношений к количеству времени ему нужно побыть одному и что это особенность его характера. Так он чувствовал себя под публиком, и я ему всякость встречал. Уезжать я отказалась. Ну, опять же, вопрос, почему вы отказались уезжать? То есть вы пренебрегли пожеланиям молодого человека своего? Или вы боялись его потерять? И, может быть, боитесь вот до сих пор? То есть, что вам здесь мотивировало отказаться. Вот. Это важно. Дальше. Мы помирились. Хорошо. Вы помирились. Здорово. Какие вы вы сделали при примирении? Ну, выработали ли вы какие-то решения, например? Так? То есть, вы пришли к чему-то, вы договорились, может быть, о чём-то. Вы... То есть, ну, вот как вы помирились? Как именно происходит вот примирение ваше? Как оно работает в примирении? Что примирение из себя представляет, условно говоря? Потому что, судя по тому, что вы дальше пишете, судя по тому, что вы пишете дальше на примирение, мягко говоря, мягко говоря, прошло не самым лучшим образом, потому что вы повторились опять. Что? Если вы повторились собой, значит, ну, примирения, наверное, не было. Вот. Как-то кого? Мне так... Это... Ну, видится, по крайней мере. Вот, да. Дальше. Так. А... Чувствую, что много раз в себе обсуждали, мы точно уже не искать себе жильё, но в последнее время посвящен небольшой ссоры, из-за чего ссоры. И вопрос взрослых, когда мы начнем что-то искать, он сказал, что уже не может, и хочет разъединить, что он хочет плавить один, так как это не станет отношения. Либо, похоже, на вспышку просто. Через пару часов мы увиделись, и я сказал, что давай всё-таки попробуем взять базу, что я уеду к родителям и вернусь с 31-го на Новый год. Он согласился. Я осознал, сколько особо ошибок совершила, какие ошибки и были ли это ошибки. Знаете, вот, то, что вы не осознали, говорит то, что вы считаете ошибками. Вот. То есть, момент в том, что это не ошибка. Это нормально, что вы вот какие-то действия, вы совершаете не совсем корректно. Это нормально. Это не ошибка. То, что вот вы делаете. Это не ошибка. Это следствие ваших желаний. Это следствие ваших, ну, таких, скажем так, потребностей. Это следствие того, что вам нужно. Вот. Но это не ошибка. Считаю сейчас, что вы, условно говоря, сделали. Вы, скорее всего, будете их повторять. Вот. А почему будете повторять? Потому, ну, потому, что вы игнорируете какие-то свои желания. Вы игнорируете свои, значит, потребности. Вот. И, соответственно, ваше поведение скорее всего меняться не будет. А значит, и все конфликты, которые у вас были, они все могут вполне себе спокойно повториться. Вот. Дальше. Эм, так. Хочу работать над собой, чтобы не посмотреть, как будет очень интересно. Давайте поработаем с вашими мотивами, с вашими желаниями и противоречиями. Эм, так. Я люблю его, уверен. Он тоже, он меня любит и не хочу его терять. Ну, во-первых, вы не можете потерять человека, потому, что он вам не принадлежит. Вот. И потерять человека вы не можете. Это, такой, очень важный момент, потому, что, а, страх потерять человека, он ваш, он родом из детства. Вот. Вот. И, а, и, 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 как-то вот, а, ну, приди к тому, что, эм, что, эм, что для вас означает потери человека. Вот. И, как-то вот, э, ну, приди к тому, что, э, эм, что, эм, что, э, что если вот примерно в таком ключе вы будете двигаться, да, если примерно вот в таком ключе вы будете поступать, то я боюсь, что начинать вас уйдёт, потому что вы в нём как бы, чересчур нуждаются, это чувствуется, это давит. Я уехал, позвонил и утром сказал, что добралось, вчера звонил, страшно, добралось ли я, трубку берёт, звучит холодно, даже грубо, ну, это как бы он хочет попитательно, это защита. Пока это неделика, читайте мне пространство, свободу для себя звонить писать первое не буду. Опять же, есть ощущение, что вам это тяжёлопчик будет. Вернулся на работу, где работал несколько лет назад, думаю провести время с пользой для себя, прекратиться заниматься доходновым и увлекательным, поработать над своими законами. Давайте поработаем, психологи, давайте, давайте. Как правильно вести себя, когда я приеду? Ну, совершенно очевидно, такого понятия как правильно нет. А если ваши противоречия будут разобраны, то вы сами увидите, как нужно поступать, как вам хочется поступать. Я хочу сохранить отношения. Ну, опять же, сохранить отношения не значит сделать счастливым человека. То, что вы пишете, демонстрирует то, что вам больше нужны с вами отношения, чем счастье вашего любимого. Готовь менять свои отношения к нему, скажу, что он хочет, даже если мне не нравится, принимать его мнение. А что это значит, даже если мне не нравится принимать его мнение? То есть это похоже на жертвенность, в отношениях жертвенности нет. То есть тут надо уточнить. Боюсь, если последнее время сделаю его таким несчастным, то не захочешь продолжать отношения. Скажите, почему вам это страшно? То есть, ну вот вы, к примеру, любите человека, да? Хотите быть человеком. Почему вас пугает, что он может не захотеть быть с вами? Именно пугает. То есть, понятно, что это неприятно, понятно, что это грустно, но вас именно пугает. Да вот за страхами нужно разобраться. Страхи в данном случае рождают сверх мотивацию, рождают неестественные модели поведения, которые мешают вам полностью раскрываться с молодым человеком и загоняют вас в конфликты. У вас очень верная мысль, что нужно проработать над собой, но вот то, что вы описываете, да, это не проработано с собой. Это про следование своим привычным моделям. связанным, в основном, с личными границами, вашими страхами и самооценкой. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация разрешит.